Друзья, перед началом информация о спонсоре, дай ему бог здоровья. Спонсор этого видоса YouTube канал Blood Life. Это молодые ребята, которые делают интересный контент. Я вам про них уже когда-то рассказывал. На их канале выходят различные форматы, от влогов до путешествий по стране, обзоров техники, автомобилей и так далее. Ребята обещают, что вы точно не будете скучать, потому что их видосы выходят каждую неделю регулярно. А они будут рады каждому, кто перейдет и подпишется. Поэтому, если вам не сложно, не трудно, перейдите к ним, подпишитесь, напишите коммент, проявите какую-нибудь активность. Нам всем будет от этого приятно. Также у ребят есть небольшая мечта, это набрать 5000 подписчиков. Вроде и немного, поэтому кому не сложно, подпишитесь на них. Все, погнали смотреть ролик. Короче говоря, память странная штука. Сегодня я готовился к учебе. Мне нужно было выучить всего лишь 10 терминов из римского права. Вроде ничего сложного. Я сел учить. Прочитал. Повторил. Прочитал. Повторил. Повторил с подглядыванием. Повторил без подглядываний. На всякий случай подглядел без повторений. Отлично. Первое слово выучил. Проще простого. Итак, какое у нас слово дальше? Либертины. Стоп. А какое было до этого? Патриции. А, точно, Патриции. А что оно значит? Да блин, я жучил. Начал читать заново. Минут 10 заучивал. Закрыл книгу. Попил воды. Попытался повторить. Фиг там. Забыл. Ну все. Я понял. Я рыбка. Оперативки хватает только на 3 секунды. С этим нужно что-то решать. Вспомнил, что для памяти хорошо помогают орехи. Точно. Нам нужны орехи. Собрался в магазин. Куртка, шапка, кошелек. Так, а где ключи? Где их положил? Ну как-то же я вошел в дом. Значит, они точно здесь. Минут 10 искал по всему дому ключ. Ой, все. Значит, не судьба мне закрывать дверь. Так, пойду. Собрался выходить. А вот и ключи. Ну, логично. Они торчат в замке. Мда, я еще и очень тупая рыбка. Хорошо, что этого никто не видит. Нужно скорее купить орехов и лечить память. Вышел. Остановился. Так, я точно ничего не забыл. Да вроде все есть. Все закрыл. Отлично. Вернулся с магазина. Довольный. Потому что урвал сок по акции. Вот молодец. Но настроение быстро изменилось. Потому что я забыл купить орехи. За которыми выходил. Да блин. Так, все. Я на почве учебы. Наверное, слишком перегрузил мозг. Нужно отвлечься. Включил на ютубе музыку. Это был какой-то Мияги. Какой-то капитан. Ну, бог с ним. Песня была красивая. Жаль, я слова не понял. Наверное, на английском. А не, на русском. Прослушал еще раз. Все равно не понял. Загуглил текст. Все равно мало что понял. Да и ладно. Песня мне понравилась. Пару раз поставил на повтор. Кайфанул. Ну все. Отвлекся. Теперь можно сесть за учебу. Попытался снова выучить хотя бы слово. Но теперь у меня в голове крутилась эта песня. Я ее напевал. Через минуту словил себя на мысль, что знаю всю песню наизусть. Даже куплет. Даже второй. Даже не понимая смысла слов. Нифига себе. Нужно сказать этому артисту, чтобы написал песню на латыни. Может, хоть тогда что-то выучу. Я решил, что песни Мияги положительно влияют на мою память. Включил его на фоне и сел учить. Так учить было намного интереснее и продуктивнее. Через час я реально все выучил. Все 10 штук. 10 песен Мияги. Наизусть. И ни одного термина из римского права. Да как работает эта память? Так, все. Я пошел гуглить, как будет на латыни. Извините, я туповат. Поставьте хотя бы 3. Короче говоря, память странная штука. Всем привет, друзья. Большое спасибо за то, что жмете лайк. Подписывайтесь на канал. И пишите комменты. Кстати, напишите в комменты, бывают ли у вас приколы с памятью. До скорых встреч. Новые видео уже скоро.